Диверсификация зависимости. Как Европа забила гол в свои ворота? После начала украинского конфликта в Европе заявили о необходимости как можно быстрее избавиться от российской зависимости в вопросе импорта газа, нефти и угля. По большому счету, с этой задачей европейцы справились, не без содействия Соединенных Штатов, которые стали ключевым поставщиком сжиженного природного газа в ЕС. В конечном счете, европейские страны сменили одну зависимость на другую. Правда, с одним нюансом. В то время как российские энергоресурсы позволяли Европе процветать, зависимость от США поставила европейскую экономику на путь саморазрушения. Ставка на американские СПГ провалилась? Евросоюз должен полностью избавиться от зависимости от газа, нефти и угля из России путем диверсификации, энергоэффективности и энергоперехода, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен весной 2022 года. А уже осенью в Брюсселе отчитали, что Евросоюз смог добиться реального прогресса в диверсификации источников газоснабжения. Однако радость длилась недолго. Прошел еще один год, и в Еврокомиссии констатировали, что Европа рискует попасть в новую зависимость, на этот раз от Соединенных Штатов. В 2022 году США стали ведущим поставщиком СПГ в ЕС, нарастив объемы поставок на 170%. В 2023 году США вновь стали крупнейшим поставщиком жиженного природного газа в Европу, обеспечив почти половину общего объема импорта СПГ странами ЕС. Подобная диверсификация, как отмечают эксперты, может привести ЕС к новому энергетическому кризису. Ведь если американцы сократят поставки СПГ, то Европа не только останется без газа, но и будет вынуждена закупать голубое топливо по баснословным ценам. Штат Техас является крупнейшим в США производителем жиженного природного газа. Большая часть добываемого здесь топлива экспортируется в Европу, пишет издание «Политика». Однако уверенности в том, что объемы поставок СПГ сохранятся, сегодня нет. Жители Техаса всерьез обеспокоены экологическими проблемами в регионе, вызванными работой газодобывающих компаний. По сути, Техас стал эпицентром протестного движения в США, которое требует свернуть добычу СПГ ради спасения экологии. В преддверии президентских выборов в США американский лидер Джо Байден демонстрирует готовность идти на уступки требованиям общественности. Так, Байден уже распорядился временно приостановить заключение новых контрактов на поставки СПГ за рубеж. В конечном итоге это может сказаться на экспорте газа в Европу. Европейцы все больше беспокоятся по поводу сокращения поставок и повышения цен. Евросоюз сделал большую ставку на американские СПГ в 2022 году, отказавшись от дешевой российской энергии, на которую он полагался в течение многих лет. ЕС потратил миллиарды на создание СПГ-инфраструктуры и подписал множество новых контрактов, пишет политика. В настоящее время американцы поставляют странам ЕС почти 50% своего СПГ. Это вдвое больше, чем было до 2022 года. Фактически в Европе СПГ вытеснил трубопроводный газ. Теперь решение Евросоюза ставится под сомнение. Зависимость от России в энергетической сфере Европа сменила на зависимость от США. Подобная зависимость ставит под угрозу энергобезопасность европейского континента, считает аналитик из Американского института энергетической экономики и финансового анализа Анна-Мария Яллер-Макаревич. Европа должна извлечь уроки из своих прошлых ошибок и избегать чрезмерной зависимости от США, предупредила эксперт. Торговая ассоциация Еврогаз уже обратилась к Белому дому с призывом пересмотреть решения касательно поставок СПГ за рубеж. По данным ассоциации, подобные шаги могут спровоцировать рекордный рост цен на топливо. Американский СПГ способствовал стабилизации цен на газ и электроэнергию в Европе после длительного периода рекордно высоких цен, вызванных падением поставок в России, заявил президент Еврогаз, Дидье Халло. Однако сокращение поставок может вновь перевести к глобальному дисбалансу на энергетическом рынке, добавил Халло. Санкционный автогол. Тот факт, что санкции в отношении России привели к ослаблению Европы и усилили ее зависимость от США, сегодня признают и на Западе. Санкции против Москвы нанесли ущерб европейской экономике, в то время как российская экономика выросла, пишет британское издание Daily Mail. Если Европа сохранит санкционный режим в отношении России, то попадет в еще большее подчинение к США, отмечает издание. Специалист по экономическим войнам из Королевского колледжа Лондона доктор наук Ксения Киркхэм говорит, что антироссийскими санкциями Европа стреляет себе в ногу. Введя рестрикции, ЕС подтолкнул Россию к выходу из-под контроля западных механизмов, благодаря чему эта страна стала более самодостаточной. По словам Алана Кафруни, профессора в колледже Гамильтона, решение Европы прекратить импорт российской нефти и газа нанесло ущерб европейской экономике и обогатило американские корпорации. А тем временем Россия продолжает спокойно экспортировать свои углеводороды на Восток. Безжалостное стремление Запада наказать Россию экономической войной продолжается уже 10 лет. Америка и ЕС ввели санкции против российских организаций еще в 2014-м, пишет Daily Mail. Однако санкционная политика так и не дала результата. По словам Ксении Киркхэм, масштабные санкции, введенные против России после начала украинского конфликта, лишь активизировали усилия Москвы по подрыву доминирования Запада на международной политической и экономической арене. Изоляция России – это миф. Москва формирует прочные альянсы со своими партнерами по БРИКС и некоторыми другими государствами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки с целью создания нового глобального баланса сил. Сейчас мы наблюдаем развитие альтернативных торговых путей, платежных систем и зон беспошлиной торговли, обходя санкции и западные механизмы контроля, говорит Киркхэм. Она считает, что в долгосрочной перспективе санкционная политика Запада способна подорвать все механизмы, благодаря которым санкции работают эффективно, то есть гегемонию доллара и контроль над цепочками поставок. Сторонники санкционного режима на Западе заявляют, что Россия не сможет долго сохранять свою экономическую мощь и в конце концов санкции отразятся на российской экономике. Однако доктор Киркхэм в этом сомневается. Эта страна имеет все необходимые природные ресурсы, рабочую силу и знания. Пробелы в таких сегментах, как электроника и машинное оборудование, Россия успешно нивелирует благодаря помощи своих партнеров, которые сегодня не только устраняют дефицит ключевых компонентов на российском рынке, но и делятся своим опытом и знаниями. Это позволяет России оставаться самодостаточной и сохранить производство внутри страны, сказала Киркхэм. В то же время профессор Аллан Кафруни полагает, что в конечном итоге санкции могут обернуться выгодой для Москвы. Свою выгоду получат и такие страны, как Китай и Индия, которые сегодня могут покупать российскую нефть с завидной скидкой. В то же время Европа, отказавшись от импорта российских энергоносителей, будет вынуждена закупать энергоресурсы по завышенным ценам. Таким образом, европейцы в виде санкции забили гол в свои ворота. Европейские страны серьезно пострадали от санкционного бумеранга. В течение 2022-2023 годов цены на природный газ резко выросли, что прежде всего нанесло ущерб экономике Германии, которая полагалась на относительно недорогой природный газ, говорит Кафруни. В то же время американские экспортеры СПГ, которые еще до начала украинского конфликта требовали от Вашингтона отрезать западную Европу от российских энергоносителей, после введения санкций наконец-то смогли увеличить экспорт в Европу и получить огромную прибыль. Резюмируя, Киркхэм рекомендует Западу все же пересмотреть свой подход к санкционной политике, которая может иметь непредсказуемые последствия для всего мира. Ставка на механизмы сдерживания, такие как торговые войны и экономические санкции, в конечном итоге приведет к нарушению жизненно важных цепочек поставок, неэффективности бизнеса и истощению ресурсов, заключает эксперт. Тройной шок для Европы Неутешительные прогнозы относительно европейской экономики в конце марта опубликовал британский деловой журнал «Экономист». Издание пишет, что Европа сегодня сталкивается с тройным шоком, последствиями энергетического кризиса, ростом импорта из Китая и угрозой введения торговых пошлин со стороны США. После начала российской спецоперации в Украине и введения санкций в отношении России европейцы столкнулись с энергетическим кризисом. Этот кризис продолжает оказывать влияние на европейскую экономику. Так, с конца 2022 года совокупный ВВП стран Европы, включая Великобританию, почти перестал увеличиваться, пишет экономист. Еще одним потрясением для Европы стал импорт дешевых товаров из Китая. С одной стороны, такой импорт приносит пользу европейским потребителям. Однако в то же время это наносит серьезный урон европейским производителям. Головной болью для европейцев может стать победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Во время своего первого президентского срока Трамп ввел тарифы на сталь и алюминий из ЕС. Евросоюз ответил собственными контрмерами. В 2021 году после прихода к власти Джо Байдена Брюссель и Вашингтон достигли соглашения и тарифная война была приостановлена. Однако, если Трамп победит на ноябрьских выборах, то при нем США могут вернуться к протекционистским мерам, направленным против ЕС. Сегодня Трамп заявляет о необходимости ввести 10-процентные пошлины на импортируемые из Европы товары. При этом советники Трампа рекомендуют принимать еще более жесткие меры. В такой ситуации под угрозой окажется весь европейский экспорт в США, который в 2023 году достигал 500 миллиардов евро, прогнозирует экономист. Некоторые европейские чиновники уже сейчас пытаются наладить отношения с республиканцами, чтобы в будущем избежать трансатлантического антагонизма. Так, в сентябре 2023 года министр иностранных дел Германии Аналена Бербак посетила Техас и Вашингтон, чтобы встретиться со сторонниками Трампа. В беседе с Блумберг Бербак заявила, что Европа должна быть готова работать с Трампом, если он победит. На самом деле торговая политика Байдена имеет много общего с подходом Трампа, продвигавшего лозунг «Америка прежде всего». Чего только стоит принятый при Байдене закон о снижении инфляции, который предлагает огромные субсидии для производителей в США. Данный закон стимулирует европейские компании переносить свой бизнес в Соединенные Штаты, что наносит удар по экономике Европы и грозит старому свету деиндустриализации. В этом плане наглядный пример экономика Германии, которую еще недавно называли локомотивом ЕС, а сегодня больным человеком Европы. Промышленное производство ФРГ продолжает сокращаться, при этом темпы снижения ускоряются. Ухудшились прогнозы касательно экономического роста страны. Еще осенью аналитики прогнозировали немецкой экономике рост в 1,3% на 2024 год. Сейчас ВВП Германии пророчат лишь минимальный рост в 0,1%. Основы промышленной машины Германии рухнули как домино, отмечает на этот счет Блумберг. Энергетический кризис на фоне прекращения поставок российского газа стал ударом по немецкой промышленности. А тем временем США отдаляются от Европы и усиливают конкуренцию со своими трансатлантическими союзниками. Сможет ли Германия, а вместе с ней и вся Европа, преодолеть негативные тенденции? В прогнозах аналитиков на этот счет мало оптимизма. Ведь для решения проблемы необходимо устранить первопричины. А они сегодня полностью лежат в политической плоскости.